Илиада, песня 18, отрывок из песни «Изготовление оружия». Перевод с древнегреческого Вересаева. Мать Ахилла, богиня Фетидо, просит бога огня и кузнечного ремесла Гефеста изготовить для сына оружие и доспехи. Гефест исполняет просьбу Фетиды. В первую очередь выковал щит. Он огромный, крепкий. Вседу его изукрасив, по краю же выковал обод. Яркий, тройной, и ремень к нему сзади серебряный сделал. Пять на щите этом было слоёв. На них он искусно много представил различных предметов, хитро их задумав. Создал в среде нищета он и землю, и небо, и море, неутомимое солнце и полный серебряный месяц. Изобразил и созвездия, какими венчается небо. Видимо, были Плеяды, Геады и мощь Ориона. Также медведица, та, что ещё называют повозкой. Ходит по небу она и украдкой следит Ориона. И лишь одна не причастна к купанию в волнах океана. Сделал два города смертных людей. Потом на щите он. Оба прекрасные. В первом и пиршество были и свадьбы. Из теремов там невест провожали через город при свете. Факелов ярких и звучных. Звучный кругом гиминеи распевали. Юноши в плясках кружились и громко. Среди них раздавались звуки весёлый флейт и фарминг. И дивились на пляски женщины. Каждая стоя в жилище своём на пороге. Множество граждан толпилось на площади города. Тяжба там меж двоих из-за пени была за убитого мужа. Клялся один пред народом, что всё уже отдал другому. Тот отрицал, чтоб хоть что получил от убийцы в уплату. Оба они обратились к судье за решением дела. Криками каждый кругом своему приходил на поддержку. Вестники их успокоить старались. На тёсанных камнях в круге священном сидели старейшины рядом друг с другом. А в руку жезлы принимали отвестников звонкоголосых. Быстро вставали и суд свой один за другим изрекали. Два золотые пред ним таланта. Лежали в середине, чтобы тому передать их, кого они правым признают. Город второй с обеих сторон осаждали два войска, ярко блистая оружием. В решении они колебались. Или весь город разрушить. Или сколько богатства хранится в городе этом прелестном. На две разделить половины. Те не сдались ещё и готовились к тайной засаде. Стену, стоя на ней, охраняли их милые жёны. Дети, также мужчины, которыми старость владела, сами ж пошли. Во главе их Арес. Ипполлада, Афина. Оба из золота и в золотые одеты одежды. Оба в оружье. Большие, прекрасные, истинно боги. Ясно заметные люди вокруг были ниже. Намного к месту пришли, где всего им удобней казалась засада. На берегу реки, где обычно скотину поили, там они сели на землю, блестящие одетые медью. Двое лазутчиков спереди сели, отдельно от войска. И выжидали прихода овец и коров, тяжконогих. Вскоре они показались, свирелью себя услаждая, гнали спокойно их два пастуха, не предвидя коварства. Те же, едва увидав, устремились на них из засады. И захватили коровьи стада и густые отары сереброрунных овец. А их пастухов перебили. Встань едва услыхала смятение и шум возле стада. Стража, стерегшая площадь, тотчас на коней быстроногих все повскакали, помчались. И берега быстро достигнув, к битве построились возле реки и в сражение вступили. Яро метали друг в друга блестящие медные копья. Там и смятение, и расприя теснились, и грозная Кера. Раненых жадно хватала она, и нераненых также за ноги труп убитых из битвы свирепой тащила. Кровью людскую в круг плеч одежда ее обогрялась. Воины в свалке, как будто живые, теснились и бились. И напрягались отнять друг у друга кровавые трупы, мягкую. Вновь он представил еще плодородную пашню, трижды взрыхленную плугом, и много на ней землепашцев. Гнала парные плуги, ведя их туда и обратно. Каждый раз, как они, повернувши, к меже подходили. В руки немедляем кубок вина, веселящего сердца, муж подавал подошедший, и пахари гнать продолжали. Бурозду дальше, чтобы снова к меже подойти поскорее. Поле, хотя золотое, чернялося сзади пахавших, и походило на пашню. Такое он диво представил. Дальше царский участок представил художник искусный. Острыми жали серпами паденщики спелую ниву. Горсти колоссев одни непрерывно там падали на земь. Горсти другие вязальщики с вяслами крепко вязали. Трое вязальщиков возле стояли. Им мальчики сзади, спешно сбирая колосья, охапками их подносили. На полосе между ними, держа в руке свой, в свой посох, царь молчаливо стоял с великою радостью в сердце. Вестники пищу поодаль, под тенью, готовили дуба. В жертву быка, заколов, вкруг него суетились. А жены белое тесто месили к обеду работникам поля. И виноградник с тяжелыми гроздьями там он представил. Весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернились. Из серебра были колья повсюду, натыканы густо. Черный ров по бокам, окружен оловянной оградой, сад. Через середину одна пролегает тропинка, в которой ходят носильщики в пору, когда виноград собирают. Девы и юноши там, в молодом беззаботном веселье, сладостный плод. Уносили в прекрасно сплетенных корзинах. Мальчик, идя между ними на звонкоголосые фарминги, всех восхищая, играл, воспевая прекрасного Алина нежным голосом. Те же за мальчиком следом спешили с присвистом, с пением и стопотом. Влад непрестанно танцуя сделал. Потом на щите он и стадо коров приморогих. Были одни золотые, из олова были другие. С громким мычанием они из загона на луг выходили. К берегу шумной реки тростником, поросшему гибким. Вместе с коровами этими шли пастухи золотые. Четверо, девять, бежало собак. Резвоногих за ними. Спереди два вдруг ужаснейших льва напали на стадо и повалили быка. Ревел и мычал он ужасно, львами влекомый. Собаки юноша мчались на помощь. Оба льва, разорвав на огромном быке его кожу, жадно потрох глотали черную кровь. Пастухи же тщетно старались на львов собак натравить резвоногих. Слушаться их не хотели собаки, и львов не кусали. Близко подскочут, залают и тотчас назад убегают. Пастбище сделал потом. В прекрасной долине художник стадо большой овец белорунных на пастбище этом. Крытые там шалаши представил загоны и хлевы. Также площадку для плясок представил хромец обеногий. Вроде такой, которую в кносе пространном когда-то для Ариадны прекрасно волосый дедал изготовил. Юноша в хоре и дева для многих желанной в жены за руки, взявшие друг друга, на этой площадке плясали. Девушки были одеты в легчайшие платья. Мужчины в тканые прочно хитоны, блестевшие слабо от масла. Девушки были в прекрасных венках, а у юноши были из серебра. А ремни, на ремнях же ножи золотые, быстро они на проворных ногах в хороводе кружились. Так же легко, как в станке, колесо под рукой привычный. Если горшечник захочет проверить, легко ли вертиться. Или плясали рядами, одни на других надвигаясь. Много народу теснилось вокруг. Восхищаясь прелестным тем хороводом. Певец же божественный пел под фармингу. Стоя в кругу хороводном, и только лишь петь начинал он. Два скомороха тотчас начинали вертеться средь круга. И, наконец, на щите этом прочном, по самому краю, он великую силу реки океана представил. После того, как щит он сковал огромный, крепкий, выковал также и панцирь, гефест ему, ярче, чем пламя. Крепкий сковал ему шлем, на висках прилегающий плотно пестрый прекрасный, а гребень на шлеме из золота сделал. После ему и по ноже из гибкого олова создал. Кончив доспехи, ковать знаменитый хромец обе ноги. Взял и сложил их к ногам Ахиллесовой матери на земь, словно сокола нас, многоснежных вершин олимпийских, кинулась ярко блестящий доспех, унося от гефеста.